Сейчас очень много безногих церквей и свободных независимых людей. А все потому, что нога говорит «Вы мне не нужны». Нога говорит «Вы мне не нужны», поэтому я ухожу отсюда. Я ухожу отсюда. Уходи отсюда. Только не очень далеко. Чтобы мы потом могли найти тебя. Нет, не туда, а туда. Мы не говорим на одном языке, поэтому я тоже ухожу отсюда. Встань сзади. Я не получаю признания, поэтому я ухожу отсюда. Встань вон там, пожалуй. Церковь — это Божий план. Но все места пустые. Сатана противостоит только тому, что делает Бог. Сатана делает противоположное тому, что сделал Бог. У сатаны всего одно оружие, и это оружие — обольщение. Обольщение работает с вашим разумом до тех пор, пока вы не начинаете верить в ложь, как в правду. Когда сатана пытался обольстить Иисуса, он использовал Писание. Когда сатана обольстил Еву в Эдемском саду, он использовал Писание. Он поместил знак вопроса в Слово Божие. Вот почему нам нужно быть укорененными и утвержденными в Слове Божьем. Не в наших чувствах, не в эмоциях, не в нашем прошлом, не в нашем опыте. Мы должны быть укоренены в Слове Божьем, потому что мы нуждаемся друг в друге. «Ну а теперь, ребята, я попрошу вас вернуться. Возвращайтесь. Давайте, возвращайтесь. Ну уж, давайте, назад». То же самое говорит и Господь своим людям. Он говорит «Возвращайтесь». «Вы отвернулись от меня, вы ушли от меня, но это мой план для вас. Вы не найдете меня за пределами этого плана. Мой план — это моя церковь. У вас есть место в церкви. У вас есть место, для которого я создал вас. У вас есть роль в церкви. Поэтому рука или нога не могут сказать «я не могу сказать, я ушел отсюда». Так образуется брешь. Так образуется пустое место в цели Христа. Вот почему многие вещи так и не происходят в мире. Все потому, что христиане берут свои жизни в свои руки, вместо того, чтобы осесть там, где посадил их Бог. Они не хотят забыть об обидах и несогласиях и двигаться дальше, как это делает любая обычная семья. Аминь. Если вы в браке, то у вас уже были несогласия с женой, правда? Если несогласия нет, то значит, кое-кто из вас робот. Но несогласия можно преодолеть. Не все мы приходим сюда идеальными. Мы все. Незаконченные шедевры. А закончить сего вы не сможете в одиночку. Это произойдет только в Доме Божьем. В Доме вы получаете наставничество. В Доме вы получаете защиту. Вы должны функционировать через тело. Если мне отрубить мизинец, мое тело продолжит жить, а вот мизинец нет. Если мне отрубить ступню, у нас есть здесь, доктор, можно заменить многие органы, но только не голову. Верно я говорю. Ну, правда же? Голову заменить нельзя. У нас глава Иисус. Можно сделать пересадку сердца, почек и печени. Да, я понимаю, что тело еще должно принять новые органы. Но если кто-то решает уйти из тела, Богу приходится делать пересадку этого важного органа ради блага своей церкви. Нельзя пересадить только голову. Голова — это Иисус. То есть Он принимает решение. Моя рука не делает все, что ей хочется. Моя рука синхронизируется. Даже если я не задумываюсь об этом, она все равно синхронизируется с мозгом. Так же и мои глаза, и мой язык. Все команды выходят из центра управления, из головы. Кто такой Иисус? Иисус — это голова. Иисус решает, где ваше место. И как только вы перемещаетесь, отключаетесь от жизни и от своей функции, так вы отключаетесь от жизни, которую приготовил для вас Бог. Иисус придет за своей церковью, а не за бизнесом или политической партией. Я понимаю, что вам нужно свое дело, чтобы кормить семью и финансировать царство Божие. Во времена Саула люди выбирали себе царей, а значит, политические партии будут всегда. Мы молимся за политиков и за то, чтобы у власти были праведники, но все это лишь второстепенные вещи в Божьем плане. На первом месте у Бога церковь. Бог строит свою церковь. И вот церковь — это семья. В его церкви хорошая структура. Церковь — это дом. Церковь — это место, в которое поместил вас Бог. Когда вы принимаете спасение, Бог насаждает вас в семью. Это хорошо видно из второй главы Деяний апостолов. Они твердо держались учения апостолов, всегда пребывая в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. А в одиннадцатой главе первого послания к Коринфянам описано, как все домашние группы собирались вместе, и это было как праздник. Затем Павел пишет о разделении в церкви. Когда собираетесь вместе, цените тело Христа. Перестаньте обсуждать друг друга. Перестаньте ломать тело и ранить его вашими словами. Если вашему брату больно, то больно и вам. В девятнадцатый стих говорит, требуется разнообразие. Если бы тело состояло всего из одного члена, то это было бы совсем не тело. Представьте, если бы мы все выглядели одинаково. А? Я знаю, что люди с проявлением нарциссизма думают, что тогда мир был бы прекрасен. Но это не так. Только представьте, что все выглядят одинаково. Разве вы не видите гений Бога в его творении? Однажды мы играли в гольф, и я посмотрел на все эти деревья и сказал людям, которые были со мной, посмотрите, как это удивительно. Ни одного одинакового дерева. Даже деревья не одинаковые. Как мы можем думать, что Бог создаст людей одинаковыми? Бог создал прекрасный мир, а сатана делает все, что в его силах, чтобы уничтожить этот мир, подчеркивая наши различия. А мы должны чествовать различия. Мы должны чествовать разнообразие. Мы должны принимать разнообразие как часть гениального божьего дизайна. Не бывает двух одинаковых звезд. Не бывает двух одинаковых деревьев. Посмотрите на любое дерево. Ученые говорят, что не бывает даже одинаковых листьев. Представляете? А потом мы приходим в церковь и хотим, чтобы все думали, как мы. Выглядели, как мы. Поступали, как мы. Это как жениться на женщине, а потом хотят сделать из нее свою копию. И как только вы делаете это из нее, вам сразу же хочется уйти от нее. Не нужно менять друг друга. Любите друг друга. Принимайте друг друга, как Бог принял вас. Вы бы подумали, что я сошел с ума, если бы увидели, как я бью себя по ноге. Вы бы спросили пастору, что случилось? Я разбираюсь с ногой, потому что у нее больше власти, чем у руки. И если мы видим, как человек бьет себя, мы помещаем его в специальное учреждение. Тело бить нельзя. Нельзя неуважительно относиться к телу. Потому что неуважать тело означает неуважать голову. Мы не можем вредить своему телу. Если бы я стоял здесь и бил себя ножом, вы бы уже давно вызвали скорую, сообщив, что я пытаюсь покончить с собой. А что же делает церковь? Что делают верующие? Они совершают духовные самоубийства своими словами, своими языками, даже не понимая, что мы разрушаем или уничтожаем то, что делает Бог. Правда? Есть так много церквей, которым чего-то не хватает, потому что какие-то люди просто ушли от пастора. Они были несогласны с его учением, и теперь они за пределами церкви. И у церкви нет пианиста или солиста. Это безногая церковь. А тот человек стал независимым. Развязались не только его ноги, но и его язык. Вернитесь в свою церковь. Вернитесь к своему пастырю. Не вы, а выбираете себе пастыря. Бог выбирает вам пастыря. Не вы выбираете себе отца. Бог выбирает вам отца. И кого бы Бог не выбрал для вашей жизни, пусть так и остается. Молитесь за него. А если будете молиться за него, то не будете его критиковать. Молитесь, потому что Бог все еще говорит к своим людям через лидеров. Так сказано в Библии, мы до этого еще дойдем. За следующие три часа. Пока мне не скажут, что нас уже никто не смотрит. Итак, 21 стих. «Было бы неправильно, если бы глаз сказал о руке. Ты мне не нужна. Если бы голова сказала ноге, ты мне не нужна. На самом деле, чем слабее части тела, тем они важнее и существеннее. К частям тела, которыми считаем менее почетными, мы проявляем больше уважения. Прямо сейчас Бог говорит кому-то, ты должен относиться к этому человеку с большим уважением. Если вы считаете какого-то человека меньше себя, то относитесь к нему с большим уважением. Аминь. Богу важен каждый член тела. Важен каждый, рожденный свыше ребенок Божий. Он должен быть важен для нас. Мы не можем смотреть в другую сторону, если страдает черный ребенок, или если убили белого фермера. Христианам это непозволительно. Мы не можем сказать, я в этом не участвую, потому что это против какой-то расы. Все они наши братья и сестры. Любой вред. Причиненный христианину, это вред причиненной церкви. Нашего Господа Иисуса Христа. Услышьте меня. Вы должны быть верны Иисусу и Его церкви большим, чем какой-либо культуре. Ой, как стало тихо. Мы будто бы хотим писать историю за пределами самой истории Иисуса. Но нет другой линии повествования. Она всего одна. Бог послал своего Сына в этот мир, чтобы умереть за всех людей. В начале Он пришел к евреям. В Библии есть всего две группы людей. Евреи и язычники. Все остальные — это язычники. Неважно, какой у вас цвет кожи, вы язычник. Вы были привиты к лозе. Это было проявление Божьей благодати. Иисус пришел для всех людей, но в первую очередь для евреев. Если вы немного изучите Библию, то поймете, почему Иисусу нужно было родиться евреем. Богу нужно было сохранить родословную, о которой Он говорил в Бытии, 3 главе, 15 стихе, чтобы именно через этот род пришел Мессия. Мессия должен был родиться именно в этом роду, в еврейском народе. Но Он пришел как спаситель всего мира. Мир на земле и благоволение ко всем человекам. Это объявили ангелы при рождении Иисуса. И Иисус пришел как спаситель для всего мира. Аминь. А в день Пятидесятницы Бог мог бы... Ну, Бог же, вездесущий. Аминь. Ему не нужно ждать, чтобы все собрались в одном месте. Он мог бы излить один язык на Эфиопию, другой на Египет, третий на Ближний Восток, четвертый на Иран и так далее. Но Он все же ждал, чтобы все собрались вместе. А почему? Так, Бог хотел показать, что такое церковь. Церковь — это что-то физическое, а не люди, разбросанные по разным местам. Когда все народы были представлены в одном месте, именно тогда излился Дух Святой и родилась церковь. Она межкультурная, межвозрастная, межнациональная. Вот что породил Бог прямо посреди угнетений — родил Свою церковь. Мы не можем читать Библию выборочно. Мы не можем нести Божие послания через наши обиды и через то, что говорит мир. Нам нужно иметь откровение об этом. Поэтому читайте очень внимательно, и тогда вы не потеряетесь во всем этом христианстве. «Всегда будет то, что вас не устраивает». Даже Иисус говорил об этом. Вы думаете, всем всегда нравится все то, что я проповедую? Конечно же, нет. Слово может обидеть вас, но все зависит от того, что вы сделаете с этим словом. Иисус же не считался с чувствами всех вокруг. Он проповедовал слово, потому что это истина, которая сделает вас свободными. Истина есть только в Слове Божьем. Кстати, Он превознес Своё Слово выше Своего имени. Если Бог превознес Своё Слово выше Своего имени, то и мы должны превозносить Его выше наших имён, выше нашей культуры и выше нашего мнения. Мы должны убрать из Своего словаря слово «но». Аминь. Люди хотят получить свободу от Бога, но не хотят принимать слово. Когда вы проходите сквозь дверь, вы становитесь частью тела. Бог помещает вас там, где Ему угодно. Этот палец не решает, где Ему быть. Он здесь родился. Также и моё сердце, мои лёгкие, моя печень, мои почки. Всё находится на своих местах. Если мы идём на какой-то осмотр, то просто удивительно, как всё это работает вместе. Нервная система, кровеносная система. Если вы ещё не верите в Бога, то вам нужно изучить анатомию человека. Давид писал, «Только глупец говорит в сердце своём, что Бога нет». Это просто гениально. Это не результат эволюции, это не случайность и не побочный эффект от роста споры на каком-то красном камне, у которой вначале появились две ручки, потом две ножки и так далее. Нет, это Божие творения. Это Божие совершенства. Это Бог, создавший человека по своему образу. У вас всё работает идеально. Руки и ноги. Всё работает гармонично и идеально. Синхронизировано по Божьему замыслу. И с церковью всё точно так же. Когда церковь функционирует так, как задумал Бог, она становится чем-то удивительным, зрелищным, непобедимым и тем, что мир хочет честовать, потому что они никогда не видели ничего подобного. Ничто не похоже на человеческое тело. И ничто не похоже на церковь Иисуса Христа. Но главное, чтобы люди подчинились господству Иисуса и позволили ему поместить их в тело, где он будет наблюдать за ними и прославляться. И тогда люди из мира смогут прийти в это место и сказать, «Ух ты! Ну надо же! Тут и молодёжь, и старики, тут и белые, и чёрные, тут и грамотные, и безграмотные. Посмотрите, как всем им вместе хорошо. Какая гармония! Как они любят Бога и друг друга! Нет ничего подобного! Это Божий план! Он принёс Евангелие через Иисуса Христа, и по любви между вами все узнают, что вы его ученики. Я решил быть в церкви. Я решил любить все части тела. Я решил радоваться разнообразию и различиям. Я решил любить все ароматы в палитре запахов. Я решил, что я открыт ко всем ароматам, ко всем людям во имя Иисуса. Так, я становлюсь лучшим. Я ещё далёк от совершенства, но благодаря тому, что я в церкви, я становлюсь лучшим. Я окружён разными формами, разными цветами и разными людьми. Я принимаю любовь от людей на различных языках и с различными пигментациями кожи. Я нашёл любовь. Я могу сказать вам, что нет ничего более прекрасного и зрелищного, чем церковь Иисуса Христа, где люди забывают о расовых разногласиях, о несправедливости и обидах, об отверженности, о прошлом и смешиваются в единое целое. Их объединяет любовь. И тогда пожилой белый мужчина обнимает молодого, радикально настроенного, чернокожего мужчину. Они становятся единым целым в любви Божией. Вот за что умер Иисус. Вот для чего Иисус послал Духа Святого, чтобы построить церковь, чтобы мы с вами святили в этом извращённом поколении. Да, я прихожу в большой восторг, когда начинаю говорить о церкви. Братья мои, я хотел сказать, и сёстры, конечно. Братья, дорогие, и сёстры мои, вот что такое сила, вот что такое свобода, вот что такое будущее. Вот как мы изменим Южную Африку через церковь Иисуса Христа. Аллилуйя. Я смотрю прямо на вас, братья, и хочу сказать вам, что Иисус любит вас. Иисус желает иметь отношения с вами. И где бы вы ни были сейчас, вы можете открыть своё сердце и впустить в него Иисуса Христа. Возможно, вы расстроены из-за этого кризиса, который сейчас в мире, и вы думаете, что за ним стоит Бог. Возможно, вы лишились близкого человека, но я хочу сказать вам, что Иисус любит вас. Вы не сможете найти мир, пока не встретитесь с Богом. Если вы не уверены в том, куда вы попадёте после смерти, то вам следует примириться с Богом и сделать это незамедлительно. Я предлагаю вам сегодня, сейчас, на этом служении, повторить эту молитву. Библия говорит, что сделать это очень просто. Да, это так. Просто произнесите вместе со мной одну молитву. Положите руку на сердце и скажите так, «Господь Иисус, сегодня я возвращаюсь к Тебе. Спасибо за то, что Ты любишь меня. Я верю, что Ты умер за мои грехи. Я верю, что Ты воскрес из мёртвых и сейчас Ты живой. Сегодня я принимаю Тебя моим Господом. Я хочу следовать за Тобой. Во имя Иисуса». Отец, мы видим свою страну благословенной, единой и омытой кровью Иисуса. Мы видим страну мира и гармонии, страну процветания. Мы увидим славу Божию. Боль и страдания покинут эту страну. Мы увидим, как будет повержена нищета, потому что мы не будем стоять в стороне. Мы как христиане. Будем делать свою часть. Мы увидим движение Божие. Если вы верите в это сегодня, скажите «Аминь». Это будет годом славы и прорыва. Это будет годом избавления и умножения вашей жизни. В этом году вся ваша семья познает Господа. Вы ощутите Божие влияние во всех сферах вашей жизни во славу Господа. Я готов к этому во имя Иисуса. Может, вам 85 лет. Все равно приготовьтесь к прикосновению Божьей силы. Вы будете бежать, как наристалище. Бежать в силе. Отец, мы провозглашаем в нашей стране Твое движение. Оно упразднит бедность и даст жителям этой страны надежду вовеки, и мы не будем постыжены. Я молюсь во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Иисуса Христа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok